Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости Большого Города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер, главная тема выпуска. Давайте будем нести искусство людям. В Самаре появился филиал Третьяковки, а у галереи первый арт-объект. Они оснащены огнетушителями, системой ГЛОНАСС и топографом. 67 областных школ получили новые автобусы. Цивилизация дошла до Красной Глинки. Глава Самары проверила, как ремонтируют дворы на окраине. Чем будут удивлять публику, актеры Самарта впервые собрались после каникул. Море цветов и красочный фейерверк. В Самаре пройдет юбилейный фестиваль цветов. В Самаре официально появился филиал Третьяковки. Приказ подписал министр культуры России Владимир Мединский. Директором филиала назначили Михаила Савченко. Ранее он возглавлял музей Модерна. Перед руководителем Самарского филиала стоит амбициозная задача за два с половиной года восстановить фабрику-кухню и сделать полноценный филиал Третьяковской галереи. Первый ее арт-объект уже появился. Электрическая подстанция, расположенная за сквером памяти борцов революции, привлекла внимание московского художника Миша Моста. Что из этого получилось, одной из первых увидела Валерия Куценко. Взаимодействие энергии, науки и технологий. Именно эту идею хотел выразить в своем арт-объекте московский художник Миша Мост. Это не первый его проект в Самаре. Чтобы разрисовать целую подстанцию, художник использовал более 60 цветов и 30 флаконов краски. Также в работе он внедрил два шрифта в виде знаков энергии и электричества. Как говорит сам Миша Мост, это его реверанс авангарду начала 20 века. Я надеюсь, что эта работа положит начало облагораживанию близлежащего участка, включая сквер. И я надеюсь, что люди сюда будут приходить чаще. Просто это первая работа, которая здесь появилась. Очень часто, когда появляется художественная работа, там паблик арт, так назовем это, в общественном пространстве, вокруг нее начинает меняться атмосфера. И если вы там гараж ржавый вдруг покрасите в розовый цвет, у него там вокруг все может поменяться вообще. И люди перестанут мусор выкидывать, может... Вот. Ну, то есть, это все про культурную среду. Подстанция, ставшая полотном для мурала, так называется большой граффити, находится недалеко от будущей Самарской Третьяковки. Ее планируют открыть в пока пустующем здании фабрики кухни, завода имени Масленникова. В своей работе Миша Мост вдохновлялся стилем этого объекта, советским конструктивизмом. Галерею обещают открыть в конце 21-го года. Директор самарского филиала Михаил Савченко говорит, в жизнь музея будут вовлечены художники не только Самары, но и других городов. В конце этого года у галереи появится концепция и станет ясно, как она будет работать и какие проекты стоит ожидать. Эта территория тоже изменится, и вот этот забор, который здесь сейчас есть, он будет прозрачный, и мы будем оттуда, с территории фабрики, видеть прекрасный сквер и благоустроенную площадку с объектами современного искусства. Здесь и жители ближайших домов, которые тут появляются в большом количестве, смогут здесь проводить время. Начало уже положено. Идея сделать из подстанции арт-объект пришла руководству сетевой компании, которая будет снабжать электричеством будущую галерею. Спасибо Третьяковской галерее за то, что они, так скажем, откликнулись на нашу инициативу, за то, что подобрали художника и производят курирование росписи этого объекта. Сквер планируют сделать, поэтому будет некий объект, строительный арт-объект какой-то. Готовы в нем поучаствовать, если администрация города, так скажем, поддержит. Замечательно, что к нам приезжают художники из других городов, которые позволяют обыграть эти вещи. И многие обыденные объекты, обыденные трансформаторные подстанции могут стать предметами искусства. Как любой, наверное, руководитель органов местного самоуправления, я очень хочу, чтобы у нас таких объектов становилось больше. Нас на это ориентируют и нацпроекты, формирование комфортной городской среды. В скором времени вместо зарослей здесь разобьют сквер и поставят арт-объекты, которые будут заряжать своих зрителей на новые идеи. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События. Комфорт, удобство и безопасность. Все это про новые автобусы, предназначенные для перевозки школьников из отдаленных районов Самарской области. Анатолий Головко пообщался с педагогами и водителями, которые получили ключи от транспортных средств, оборудованных по последнему слову техники. Эти автобусы оснащены всем самым необходимым. Современная система безопасности, глонасс, топограф, удерживающие ремни и удобный стеллаж для перевозки личных вещей. Преимущество новых автобусов успели оценить и водители. Один из них Владимир Лисицын, который сидит за баранкой уже 8 лет. По его словам, главный плюс современных машин – пассажирские кресла. Ремни безопасности смогут удержать любого ребенка в случае ДТП или экстренного торможения. Здесь ремни безопасности совсем другие. Вот они какие. А предыдущие были только поясничные, а это уже идет на грудные. Наталья Колобекова приехала в Самару из Чапаевска. Там она руководит образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них новый транспорт жизненно необходим. На вооружении школы уже есть автобус. Теперь автопарк пополнит и новая «Газель», рассчитанная на 10 воспитанников. Новая «Газель» для нас большое подспорье, маршрут для которого уже давно был продуман. И на сегодняшний день мы полностью справляемся с поставленной задачей, с подвозом наших воспитанников. Руководители образовательных центров получили ключи от автобусов из рук главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор поблагодарил педагогов за их ежедневный труд и пожелал учителям успехов в новом учебном году. У нас ежедневно, по-моему, порядка 17 тысяч детей подвозятся в школы на школьных автобусах. И, конечно же, приоритет наш главный – это, в первую очередь, безопасность транспортных средств, как безопасность и в самих школах. И это, конечно же, комфорт. Напомним, правительство Самарской области закупило 69 автобусов в преддверии нового учебного года. На это потратили 135 миллионов рублей из регионального бюджета. Транспорт будет курсировать по 83 маршрутам и перевозить до 1969 детей ежедневно. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. В Самаре завершил работу штаб по подготовке школ и детсадов к новому учебному году. В период со 2 по 14 августа была проведена масштабная работа. Проверили почти 400 учреждений. Из них 157 школ, 176 детсадов и 54 заведения дополнительного образования. Безопасность оценивали пожарные, санитары, Росгвардии и сотрудники МЧС. Пока проверку не прошла только одна школа, 162-я, в Кировском районе. Там запланирован капитальный ремонт на весь год. На это время детей распределят по другим образовательным учреждениям Кировского района. Детский сад номер 290 также не откроет свои двери для малышей. Вплоть до 15 октября там идет ремонт крыши. На этот срок детей распределят по другим садам. Также ремонт кровли проходит и в детской школе искусств номер 14. Все остальные образовательные учреждения начнут свою работу в штатном режиме. В этом году школы примут 123 тысячи учащихся. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом. Прием заявлений в образовательные учреждения продолжается. Родители, которые не успели определить своего ребенка, еще могут это сделать. В этом году без малого 200 миллионов рублей выделено было непосредственно бюджетом городского округа Самара на проведение текущего ремонта. Это на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. То есть увеличение идет финансирование. Транспортно-пересадочному узлу быть. В Самаре продолжаются работы по осуществлению проекта, который позволит разгрузить городской трафик. А жители новых районов смогут быстрее добираться до центра. Об этом говорили на совещании в мэрии. Обсудили и другие насущные вопросы, какие знает мэрия Елчан. Все 144 контейнера, неофициально располагавшиеся на территории Кировского вещевого рынка, демонтированы. Теперь перед районными властями стоит задача убрать торговые точки вдоль железнодорожного полотна. Напомним, в Самаре идет подготовка к строительству транспортно-пересадочного узла, который будет располагаться на станции Пятилетка. И Кировский рынок стал на пути стройки. Полностью его убирать не будут. Демонтированы только те павильоны, которые мешают осуществить проект. По целях освобождения указанного земельного участка, то есть транспортная прокуратура, если не вносит управление делом транспорта, или представлена полная информация о земельных участках, полосы отхода железной дороги используемой, и осуществлены торговые действия. Появление транспортно-пересадочного узла позволит разгрузить городской трафик, соединив в одном месте сразу несколько видов транспорта – автобусы, метро и железную дорогу. Законным собственникам предложат торговые помещения в том же районе. Все работы должны быть завершены до 2022 года. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина. Транспорт-пересадочный узел подразумевает под собой все равно какое-то протяжение людей. И, в общем-то, если это будет рынок цивилизованный, красивый, который будет удовлетворять требованиям Самары, города, в общем, ничего плохого в этом нет. На совещании речь шла и о безопасности детей в школе и подготовке к предстоящему Дню знаний. В Самаре сегодня 159 образовательных учреждений. Все они уже получили допуск к началу учебного года. 1 сентября там будут усилены посты охраны. До конца августа с работниками проведут инструктаж по соблюдению пропускного и противопожарного режимов. На дооснащение образовательных учреждений техническими средствами охраны за счет средств бюджета. В текущем году были направлены финансовые средства на установку систем видеонаблюдения в шести школах, на установку систем громкоговорящей связи в 12 школ и на установку систем контроля доступа одного учреждения. Повысят безопасность и в местах массового пребывания людей. Впереди фестиваль цветов, который пройдет в Самаре 24 августа. А также День города, отмечать который планируют три дня. Мэри Елчан, Василий Кладашов, События. Дворы в Красногринском районе Самары превращают в уютные уголки. Это стало возможным благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Местные жители и городские власти контролируют работу подрядчика на всех этапах. Анатолий Головко убедился в этом. Глава города Елена Лапушкина проинспектировала дворы в Красногринском районе. Сейчас здесь кипит работа. Жители мехзавода с нетерпением ждут окончания ремонта. Уже совсем скоро они смогут оценить преимущества федеральной программы и новые удобства. Здесь полностью мы внутриквардальный проезд расширяем, устраиваем новые парковочные места, замена бортового камня полностью, демонтаж, монтаж. Примыкание на входах устраиваем. Также детская площадка силами МБУ Красногринской старые мафы срезали, подготовили площадку. Елена Лапушкина обратила внимание на внешний вид и состояние подъездов. Где-то нужно подкрасить двери, где-то подлатать лестницы. Выходы из подъезда, к огромному сожалению, в рамках нашей программы нельзя сделать. Проговорить с жильцами, что в протокол общего собрания рекомендовали управляющей компании провести ремонт выходов из подъезда. В поселке Управленческий уже появились комфортные и безопасные детские площадки. Детвора каждый день играют в песочницах и катаются на качелях. Самарцы сердечно поблагодарили Елену Лапушкину за помощь и кропотливый труд. Они очень довольны. Все дети с родителем вечером после пяти идут из садика все. Это надо посмотреть. Полный двор детей. А вы когда сдаете слабо-то? В конце сентября у нас все дворы сделаны полностью. Но на этом за недельку мы закончим. Двор в поселке Аэропорт-2 отремонтировали еще в прошлом году. Елена Лапушкина приехала в Кировский район после обращения местных жителей в Твиттере. Их волновала проблема с остановкой общественного транспорта. Этот вопрос должны решить в самое ближайшее время. Спор разгорелся и вокруг полисадников, которые располагаются под окнами жилых домов. Мэр предложила закрыть их аккуратным сплошным забором. Сейчас проводится очень серьезная работа по приведению вот этого двора в порядок. И ваши огороды, полисадники, очень сильно выбиваются, да, и создается общий неухоженный вид территории. Напомним, что дворы в Красноглинском районе Самары должны благоустроить до начала осени. Подрядчику предстоит устранить все замечания жителей и городских властей, а также навести идеальную чистоту на ремонтируемых площадках. Анатолий Головко, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. По факту смерти журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело, сообщают сетевые СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Дело возбуждено по статье 110 «Доведение до самоубийства». Причиной стало то, что незадолго до смерти Куракин высказывал опасения за свою жизнь. По неофициальной информации, он был автором телеграм-канала «Комитет», публиковавшего острые материалы, в которых фигурировали представители бизнеса, властей и правоохранительных органов. Напомним, 35-летний журналист погиб 17 июля. Он не оставил предсмертные записки, но за день до того на своей страничке в соцсети опубликовал запись. Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы. Михаил Куракин в последнее время руководил Тольяттинским агентством информационно-политических технологий «Горизонт» и продолжал сотрудничать с некоторыми самарскими СМИ как автор. В Самарскую область завезли фрукты с опасными насекомыми. Зараженные продукты пытался провести житель Узбекистана. При проверке багажа в аэропорту «Курумач» в партии сливы обнаружили карантинные насекомые – калифорнийскую щитовку. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. По словам специалистов области, они изъяли и уничтожили большую часть карантинной продукции. Пара плодов была отправлена в лабораторию для проверки. Там и подтвердили факт заражения фруктов. Также специалисты сообщили, что больше всего это насекомое вредит яблони, груши, персику и сливе. Всего в этом перечне более 270 видов растений. Щитовка истощает деревья и вызывает отмирание коры. Сильно поврежденные деревья и вовсе погибают. Эксперты рассказали, откуда появился формальдегид в воздухе Тольятти. При проезде отрезка, где ведется строительство развязки на 974-м километре автомобильной трассы М5 «Урал», в районе микрорайона Жигулевское море скапливаются пробки. Это приводит к повышению концентрации формальдегида, содержащегося в выхлопных газах, сообщили в областной прокуратуре. Как отметили в надзорном ведомстве, им удалось найти решение этой проблемы. В чем именно оно состоит, не уточняется. Приставы Самарской области собрали алиментов на полмиллиона рублей. Это результат акции «Собери ребенка в школу», которая проводится в преддверии нового учебного года. Приставы навестили более 250 нерадивых родителей, составили 16 актов описи имущества, еще несколько человек получили направление в центр занятости. Всего удалось собрать более 527 тысяч рублей. Отмечается, что акция «Собери ребенка в школу» продлится до середины сентября. Строительство моста через реку Волгу отложили. Его должны были построить в Шигонском районе. Строительство обхода Тольятти планировали начать в этом году и завершить к 24-му. Сам объект даже включили в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Предполагалось, что будет обустроено более 90 километров автодорог и мост длиной почти 4 километра. Все это станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Два новых детских спектакля и мюзикл-постановки зарубежного режиссера «Самарт» готовятся к открытию театрального сезона. Чем театр порадует зрителей, узнал Семен Безгинов. «Самарт» готов удивлять зрителей новыми постановками. Театр через несколько дней откроет новый сезон. Зрителей ждет не одна премьера. Так, благодаря федеральному проекту в рамках года театра «Театр детям» «Самарт» подготовил два спектакля – «Красавица и чудовище» и «Волшебное кольцо». На новой сцене, где в июле сыграли первую премьеру «Горе от ума», продолжится работа над спектаклем Иванов – режиссер Анатолий Праудин и трехгорошовая опера – режиссер Доминик Бютнер. Продолжит обновлять издание «Самарта» благодаря нацпроекту «Культура». На средства областного бюджета реконструирована вторая очередь театра, в которой сохранилась многофункциональность пространства. Зрительские места портера и амфитеатра могут складываться, освобождая место для сценических площадок. Просторных фойе новой сцены также планируют проводить мероприятия – встречи актеров со школьниками и студентами, а также небольшие представления. На сцене установлено самое современное оборудование, что позволяет на высоком уровне работать со светом, звуком, визуальным рядом. Работа на третьей очереди здания будет вестись на средства из федерального бюджета. Согласно намеченным планам, с мая месяца нового года будут установлены работы и начнут строительство, завершающие третью очередь, которая начнется в 2020 году, а должна завершиться в 2024 году. И тогда образуется полный, вполне самостоятельный, с всеми возможностями театральный комплекс «Самарта». Поклонники культового спектакля «Мамаша Кураж» не будут разочарованы. Постановку перенесут на новую сцену. Главная изюминка этого сезона – трехгрошовая опера Бертольта Брехта. Проект вышел из лаборатории театра, создавался совместно с Геотт-институтом. Это будет мюзикл. Мы для себя поставили задачу вместе с нашим обожаемым режиссером Домиником Бютнером сделать стилизованную бродвейскую историю. Брехт – это система отчуждения, система остранения. Это очень интересный такой способ существования. Театральный сезон в «Самарте» откроют 31 августа. В этот день детям покажут спектакль «Храбрый заяц». А с 15 по 20 сентября «Самарт» проведет 14-й Всероссийский фестиваль «Лабораторию театров для детей и молодежи. Золотая репка». Фестиваль исполняется 25 лет. Золотая репка этого года держит курс на разнообразие видов театра – инклюзивные, пластические, визуальные, психологические и прочие. В фестивале примут участие 12 театральных коллективов, в том числе из Франции и Дании. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. В ближайшие выходные «Самара» оденется в яркое цветочное убранство. В городе пройдет 15-й юбилейный фестиваль цветов. Впервые масштабный праздник охватит три площадки. По улице Куйбышева пройдет яркое карнавальное шествие. Концертная программа запланирована также в Струковском парке. Выставка продажи саженцев на набережной. Программу предстоящего праздника узнала Лариса Шалафаст. 15-й юбилейный фестиваль цветов в этом году пройдет масштабно, сразу на трех площадках. На улице Куйбышева, начиная с 13 часов, гостей ждет яркое карнавальное шествие. Проедут украшенные цветами ретро-автомобили. В этот раз фестиваль посвящен году театра. В соответствующей тематике оформит и территорию Струковского сада. Композиция с топианой фигурой лира. Лира выполнена из такого бронзового цвета, из металла. Вокруг этой лиры будут цветы, будет подход, чтобы люди могли там сфотографироваться. Цветы мы выращивали сами, в своей оранжереи. У нас будет фотозона кареты, которую мы тоже украсим живыми цветами. Будет очень много всего интересного. Качели. В Струковском саду с 13 часов откроются более 30 тематических площадок. Самарцы смогут более подробно узнать об истории старейшего парка города. История Струковского сада, воспоминания, заметки, проза, стихи. Расскажет Петрушевская, Волжины, заметки из газет. Выйдет даже городской вестник, который весело будет раздаваться на территории Струковского сада. Именно по объявлениям, которые мы нашли в архивах Самары. Также запланирована работа выставок «Старая Самара», «Городская усадьба», «Самара-купеческая», «Революционная Самара», «Стиляги», «Цирк Шапито». Профессиональные флористы покажут последние тенденции в создании букетов. С лекцией для самарцев в Струковском парке выступит историк моды Александр Васильев. Он познакомит слушателей с тенденциями моды нескольких веков. На концертных площадках выступят лучшие творческие коллективы города. Программе и выступление духового оркестра. Выступление духового оркестра, конечно, со знаменитым исполнением «Сопок» в Манчжурии. Именно там состоялось в Струковском саду первое исполнение этого знаменитого произведения Шатрова со своей музыкальной программой. В этом году на фестивале планируют представить первый тактильный сад. Его адаптировали для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Она будет разделена на тематические зоны. То есть там будет и овощной огород, и аптекарский огород, и луговые травы, цветочные композиции, хвойный ракарий. И все эти растения можно будет потрогать. Традиционная выставка продажа пройдет на набережной. В этом году заявки на участие подали более 250 человек. Вечером в Струковском откроется танцплощадка. Самарцам предлагают вспомнить дискотеки 80-х и 90-х годов, которые проходили здесь регулярно. Завершится юбилейный фестиваль красочным фейерверком. Он начнется в 22 часа в акватории Волги на участке от Льва Толстого до Красноармейской. Организаторы большого праздника обращаются к самарцам с просьбой не разрушать цветочные композиции, не ломать дизайнерские скульптуры и не выкапывать цветы. Чтобы вся красота, в которую вложено много труда, радовала самарцев на протяжении всей следующей недели. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Легендарные приемы Джеки Чана и Джеты Ли смогли увидеть зрителей на Самарской набережной. Проект «Культурное сердце России» продолжается на Маяковском спуске. Каждый желающий мог познакомиться с культурой Востока, а на Некрасовском насладиться танцевальными и музыкальными выступлениями. Общественный проект «Культурное сердце России» объединяет самых разных людей. В эти выходные жители и гостей города ждали танцевальные мастер-классы, игра на барабанах, выступления творческих коллективов и музыкантов. Впервые в рамках проекта на сцене Самарская Федерация УШУ. Окунулись в мир Востока все пришедшие на Маяковский спуск. Непревзойденную технику владения холодным оружием показывают одни из самых младших учеников Самарской Федерации УШУ. Под непрекращающиеся аплодисменты выступили ребята повзрослее. Одним из самых главных украшений праздника стал знаменитый китайский танец с драконом. Самое главное УШУ – это полностью контролировать свои эмоции. Марина Ковальская случайно узнала, что представители пожилого возраста приглашают на занятия в Самарскую организацию УШУ. И вот уже полтора года она занимается восточным боевым искусством Тайдзи. А только сейчас, благодаря проекту «Культурное сердце России» у нее и других участников появилась возможность показать свое мастерство. Для меня главное – обрести равновесие в этой жизни, потому что это равновесие, оно нужно во всю сферу жизни, и молодым, и пожилым. На Некрасовском спуске зрители могли насладиться музыкой разных направлений. Среди многочисленной публики и студенты летней школы Самарского университета из Испании, Мексики и Китая. Они с интересом наблюдают за выступлением артистов и музыкантов. На этом фестивале мне очень нравится, потому что я увидел Самару изнутри, как выглядят люди, у них счастливые лица. Мне очень нравится атмосфера. У нас нет такого разнообразия музыки и нет так много вариантов проведения фестивалей, поэтому они редко проходят. По словам артистов, выступление на набережной реки Волга – это всегда что-то особенное. И приятно, что проект «Культурное сердце России» дал им такую возможность. Каждое выступление в Самаре – это всегда большое счастье, это большое удовольствие – петь на таком открытом воздухе перед нашей любимой Волгой. Проект «Культурное сердце России» продолжается. Каждый желающий может побывать на праздничных концертах и выступлениях, которые проходят на Некрасовском и Маяковском спуске. Никита Борисов, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарегис» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин